Здравствуйте, уважаемые зрители Мегаиндекс ТВ. Сегодня мы продолжаем передачу 5 полезных кейсов. Сегодня у нас в гостях Андрей Гавриков, генеральный директор маркетинговой группы Мегалетто. Комплета. Прости, пожалуйста. Комплета, комплексное лето, в общем, обеспечивает Андрей своим клиентам. Привет. Ну давай, наверное, расскажи немножко о себе, чтобы люди понимали, с кем они общаются. Да, друзья, здравствуйте. Меня действительно зовут Андрей Гавриков, генеральный директор маркетинга группы Комплета. С 99-го года в электронном маркетинге успел побывать на разных позициях, начиная от, скажем так, верстальщика, штаммерсе, оптимизатора, руководителя проектов и последние уже 7 лет руководителя собственного достаточно успешного агентства. Член гильдии маркетологов, телеведущий, ну и много-много-много всяких разных интересных штук мы делали, о которых, наверное, не буду тратить ваше время рассказывать. Кому интересно, посмотрите в интернете. Здесь ниже на презентации представлены некоторые из наших клиентов, с кем мы работаем, для кого мы проводили какие-то разовые или постоянно работы. Сегодня я с вами хочу поделиться пятью кейсами по абсолютно, ну, разной тематике и скажу так заранее, что это будет даже больше направленность маркетинговая, нежели какая-то техническая и уход в какие-то глубокие технические детали. Последние уже лет 5, наверное, я руками самостоятельно все оптимизации не занимаюсь, простите, коллеги, кто об этом подумал, вот, но больше-больше ушел в маркетинг и управление проектами, поэтому хочу поделиться вот своим опытом и взглядом на существующие, скажем, кейсы. Окей, значит, кейс номер раз, о чем, собственно говоря, он посвящен, что за компания? Компания, которая занимается строительством и поставками оборудования для АЗС. Компания решила повысить свои продажи, привлечь новых клиентов. В Москве уже несколько лет назад достаточно был такой рынок занят, то есть заправочная автостанция имеет договоренности уже с постоянными поставщиками и не так просто на них выйти. То есть у компании уже были договоренности с постоянными клиентами, но был еще пул, скажем, оборудования, которое ежегодно можно было бы успешно продавать. Что было сделано для конкретно этой компании? То есть была принята такая идея о том, что надо попробовать бы выйти в регионы. Что для этого сделали? Выбрали, скажем, относительно близлежащие регионы к Московской области и к тем местам, где удобно доставлять это оборудование. Под таких регионов было выбрано порядка, по-моему, 25-26. Под каждый регион была подготовлена отдельная посадочная страница. Куплен общероссийский телефонный номер 8800 федеральный. На каждой странице под каждый регион было уникально прописано, соответственно, все заголовки, заточено под текст. Человек заходил, условно, скажем, с Нижегородской области и видел, что, здравствуйте, вы, скажем, находитесь на страничке филиала Нижегородской этой компании по оборудованию АЗС-строительства. Если какие-то есть вопросы, обращайтесь. Ну и там даже, если не ошибаюсь, были использованы какие-то картинки из оформления местных достопримечательностей, чтобы люди цеплялись взглядом за то, что это относится к региону. Далее, запустили контекстную рекламу по этим регионам. Причем запускали не просто вот только по запросам там оборудования АЗС, строительства АЗС, коллеги, вот кто занимается оптимизацией, можете прямо хоть сейчас проверить, там этих запросов не так много и достаточно такая услуга редко востребованная. Пошли еще каким путем, достаточно хитрым, была еще одна запущенная компания в параллеле для инвесторов потенциальных. То есть те люди, у которых скопилась какая-то определенная сумма денег, и они планируют инвестировать их, были разработаны такие странички, где находился бизнес-план о том, сколько денег нужно вложить в оборудование, в АЗС, в подводку всего этого дела, какие нужно получить разрешения и то, что конкретно у этой компании есть опыт, скажем, в организации всех этих вещей. И запускалась таким образом реклама. К чему это все дело привело? Какие были последствия? Из вот этих вот там 25-26 регионов сразу же выявилось четыре лидера, где был повышенный спрос на эти услуги, на это оборудование, и удалось заключить сразу два договора. То есть это буквально за полтора-два месяца от начала рекламных кампаний, после подготовки посадочных страниц и запуска этой рекламы. То есть да, ничего сверх выдающегося, но опять же точно соответствие потребностям аудитории, ее запросам регионам, и вот эта вот фишка с готовым бизнес-планом и продажей строительства АЗС не просто как оборудование какого-то, а как конкретно какой-то действующий уже бизнес. Какие-то вопросы уже появились у наших слушателей, коллег? К сожалению, пока вопросов нет. Ну, во всяком случае, я не вижу. Я сейчас, уважаемые зрители, вам отправил в чат, еще раз повторяю, почту для вопросов, которую вы можете задавать не в рамках передачи, на которой мы перед каждой передачей будем отвечать. Вот. Андрей, это первый кейс мы закончили, да? Да, да, да. Уважаемые зрители, если у вас есть вопросы, то мы ждем 30 секунд вопросы и переходим ко второму кейсу. Ну, если, я думаю, возникнут вопросы, то можно и после второго уже ответить. Ну, тогда вопрос появился. По каким показателям оценивалась ваша работа в качестве исполнителя? Ну, ситуация какая. То есть клиент тот был, с кем мы уже работали, то есть у нас постоянный договор был на обслуживание, а работаем мы с компанией по оплате по рабочим часам. То есть у нас западная модель, европейская, американская, нас выкупает как специалистов, то есть как отдел на аутсорсе. Это был такой своего рода эксперимент, да, для клиента на ограниченном бюджете, совершенно там небольшом, минимальном, да, мы провели вот эти работы и получили, ну, непосредственно уже заказы. Вот конкретно с этим клиентом у нас, к сожалению, не было полноценной интеграции с CRM, с телефонией, как у нас с некоторыми клиентами бывает. Поэтому мы отслежили эффективность уже по результатам, скажем, со слов заказчика, который сказал, что вот мы заключили два договора, все нормально, давайте дальше развиваться в этом направлении. А какой вот, вопрос от меня, да, какой вот минимальный порог, примерно денежный, для того, чтобы вам было интересно вот отделу работать на аутсорсе? Ну, с каким примерно бюджетом можно к вам обращаться? Такой сразу интимный вопрос, да? Ну, да, но я думаю, он многих пользователей интересует, поэтому чего? Ну, скажем, минимальная маржинальность, ну, я сейчас говорю с точки зрения руководителя уже агентства, да, как специалиста-маркетолога, то есть те бюджеты, с которыми мы работаем в месяц для компаний, они от, не на рекламу, напрямую, не на контекст, не на медийку, начинаются от, ну, где-то 200-300 тысяч рублей. То есть минимальный годовой бюджет, с которым мы работаем с компаниями, это от 6-7 миллионов рублей, который включает в себя все работы по сайту, по модернизации, по контенту, по SEO-продвижению, по всей этой тематике, по веб-аналитике, по контент-маркетингу и выше. Ну, то есть от клиента в этом случае ничего не требуется, он просто, условно говоря, заключает с вами договор. Нет, ну, понятно, что от него требуется. Первый этап перед разработкой стратегии самый сложный для клиента, потому что, ну, в отличие от большинства компаний, которые заключили договор с клиентом, там, выбрали условно, если это SEO-продвижение, классика, возьмем жанр, там, 25-30-40-50-100-200 слов, да, там, или по какому-нибудь трафику, тарифы клиента не трогает, эффективный маркетинг сделать нельзя. Ну, согласен. Это работа с какими-то словами в поисковой системе. Кусочками. Да, да, да. Мы же вытряхиваем бизнес-клиента насквозь на первом этапе. Глубокие брифинги, анализ того, что есть. Если нас запускает CRM-систему, наши ребята, аналитики, маркетологи смотрят. Бывает такое, что клиент приходит, вот, перед Новым годом, когда мы сейчас интернет-магазинами работали, выгрузку из 1С по товарам за последние полтора года, какие были продажи, что актуально, и уже, исходя из этого, строили контекстную рекламу для клиента. Вот тут вопрос, почему у вас сейчас работы? Ну, тут Перов, Алекс, не совсем понятно, да, то есть, кого, конкретно Андрея или его отдела? Ну, я думаю, наверное, по специалистам берут. Да, смотрите, какая ситуация. Условно скажем так, что это порядка двух тысяч рублей, усредненно говорю, почему? Потому что, ну, надо понимать, что час работы специалиста по, там, дополнению, да, он совершенно не равен часу работы веб-аналитика. Конечно. Либо же интернет-маркетолога. То есть, история может быть такая, что час работы одного специалиста, там, равна, скажем, там, тысяче рублей, другого специалиста равна, там, восемь тысяч рублей. Поэтому, ну, зачастую обычно считается, как бы весь проект рассчитывается, и уже выставляется средняя стоимость нормы часа, ну, ориентироваться можно на две тысячи рублей. По факту, по Москве, в зависимости, скажем, от пафосности, борзости агентства, как вот недавно я слышал эту историю, там, колеблется, там, от двух тысяч рублей, от полутора до шести, до восьми. Ну, вот, шесть-восемь, это мы уже берем всевозможные крутые диджитал-агентства, там, где креатив, реклама такая, медикой и прочие вещи. Я недавно в Фейсбуке видел, по-моему, позавчера, или там, ну, буквально на днях Васю Пирогов, там, как бы, вот, консалтинг, типа, у него консалтинг стоит 20 тысяч час, по-моему, как-то так. Поэтому, зрители, вы должны понимать, да, что очень может быть широкая вилка, широкая вилка у специалистов. Ну, да, тут вопрос еще по рабочим часам. 20 тысяч может быть часа, а консалтинг может быть, что нужно 200 часов, ну, по две тысячи рублей. Ну, примерно так. Ну, вопросов больше я не вижу. Давайте, наверное, перейдем дальше. Окей, хорошо. Значит, смотрите, какая следующая ситуация. Кейс номер два. Это такой клиент, с которым начали работать уже, по-моему, если не ошибаюсь, года полтора, по-моему, назад. Относительно молодой для нашей компании. Значит, ситуация какая? На момент заключения договора, когда начали работать с компанией, тоже пообжигались с разными недобросовестными подрядчиками. К нам пришел маркетолог компании, сказал, вот, нам нужен полноценный системный подход, давайте работать. Ну, вот, у нас есть сайт, мы его сделали. Говорим, а цели какие-то сайты, для чего? Для чего вот его сделали новую версию? Ну, и вот для тех, кто не первый год в разработке, да, вот такой один из популярных ответов, ну, чтобы директору понравилось, мы такой сайт сделали. Красивый, красивый сайтик вот с синими кнопочками. Окей, сказали мы. И уже вот детально на этапе брифинга подробного из клиентов нам удалось, ну, выявить бизнес-цели. То есть, у нас такая ситуация, что, скажем, мы в своем агентстве, мы не работаем от метрик, да, там, топ-10, показатель отказов, конверсии, трафик, что-либо еще, да. То есть, для нас это метрики по каналам, по сайту. Мы отталкиваемся конкретно от бизнес-целей. То есть, исходя от них, строим цели и задачи. Присутствие компании в интернете. То есть, ну, вот, наверное, многие из вас тоже, коллеги, наслышаны, это ситуация, что мы вот хотим стать лидерами рынка, да, одна из целей. Хотим продавать продукт в интернете, таким образом еще, чтобы привлекать людей в наши оффлайн-точки продаж. И хотим, скажем, быть на уровне ассоциаций, отделиться от конкурентов, которые продают китайские аналоги. Дело в том, что компания продавала штукатурки французского и итальянского производства и продает. Но, скажем, их коллеги по рынку, продавая аналогичный продукт, да, но китайский, понятно, что он заведомо в дешевле себестоимости, по качеству вступает по некоторым моментам, они вставляли цену такую же аналогу вот этому французскому и итальянскому. И долю рынка этим немного съедали. То есть, вот, что далее? То есть, у нас была бизнес-модель компании и вот эти ее потребности. Исходя из этого уже выстраивались ключевые показатели эффективности. Тема очень длительная на самом деле. Как вообще вырабатываются эти KPI? Потому что, ну, например, я не знаю, если рассматривать досконально такую ситуацию, как, например, повышение продаж в компании, да, одна из самых популярных бизнес-целей в компании стоит, то каким образом можно повышать там эти продажи? За счет первичных клиентов, за счет работы со вторичными клиентами, за счет увеличения условно там, скажем, среднего чека. То есть, по каждой из этих целей достраиваются свои какие-то целевые действия, конверсии, которые на сайте нужно, скажем, людей мотивировать, совершать. По каждому из этих вот приведенных пунктов, там, первичная продажа, вторичная, дополнительный чек, там, еще может быть по 4, 5, 6, 7 целевых действий. То есть, вот, целите, дробятся на таким, дробятся, дробятся, простите, прощение за мой французский, на маленькие такие куски и уже все это дело переносится в веб-аналитику. Окей. Далее. Ну, вот ситуацию, помню, да, про задачу стать лидером рынка, но с 2370 посетителями в месяц, как бы, эта задача совершенно неосуществимая. Это если мы берем, смотрим конкретно по метрикам, которые были. То есть, вот, по шагам, что, собственно говоря, делалось и к чему пришли. Ну, это вот, как мы себя внутри компании называем, это пирамида электронного маркетинга, для тех, кто знаком с NLP, психологией, да, нейролингвистическое программирование. Есть такая штука, как пирамида логических уровней, которая позволяет описывать очень многие процессы и всевозможные полезные события, происходящие в жизни. Вот это дело все было перенесено на электронный маркетинг в свое время нами. И потом уже, анализируясь с западными моделями маркетинга, мы поняли, что глобально это одно и то же. То есть, как выстраивается электронный маркетинг компании, ну, скажем, по правильному подходу. То есть, есть бизнес-цели, бизнес-задачи компании. Это раз, да, куда мы хотим прийти. Есть позиционирование компании. Маркетинговый термин – то, как люди видят ваш бренд, вашу организацию, то, какие ассоциации с этим возникают. То есть, когда мы слышим «Макдональдс», да, мы знаем, что это дешево, быстро возле метро, и там есть бесплатный туалет, да, но мы четко знаем, что там нельзя заказать какое-то индивидуальное блюдо, и там, что в туалете будет там супер-пупер чисто, да, идеально. Мы это прекрасно понимаем. Третий этап – это целевая аудитория наших сегментов, клиентов наши. Какие есть, какие у них возражения, какие ожидания. На основании этих данных, плюс анализы рынка уже и анализа продвижения конкурентов, стратегии, их стратегии продвижения, формируется сама стратегия электронного маркетинга компании. Уже исходя из этой стратегии выбирается инструменты продвижения – SEO, контекст, медийка, контент-маркетинг, прочие моменты все. И исходя уже из тех инструментов, которые используются, готовится финальная площадка, фундамент, где люди конвертируются. То есть сайт, страницы сообществ, интегрируется все это с CRM, с телефонии и так далее. У нас в России, к сожалению, все происходит наоборот. Мы сначала сделали сайт, а потом говорим, о, давайте займемся продвижением. О, для продвижения запроса нужно какие-то подбирать, структуру делать, ой, а странички они почему-то не конвертируют у нас на следующем этапе. Давайте мы разберемся, кто же наши клиенты. И вот начинается вот эта вот наша чехарда классическая. От противного идут. Да, да, да. Ну, тут ситуация какая происходит. Сам, скажем, я тоже айтишник и в электронный маркетинг пришел с точки зрения технологий, начинал. И как и большинство коллег у нас на рынке. На Западе же происходило немного по-другому. Люди шли из маркетинга в интернет. И поэтому они сразу, скажем, были не такие крутые в технологиях, но с точки зрения маркетинга, работами с клиентами, они молодцы. Фундаментальная база лучше. Да, 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 да. С точки зрения маркетинга. У нас же технологии гораздо серьезнее и интереснее. В России на самом деле. Вот. Поэтому тоже много лет понадобилось, чтобы перестроить свое сознание цифр в поисковых системах веб-аналитике с точки зрения бизнеса. Так вот. Конкретно касаемо этого кейса, как заявлено у нас было с точки зрения продвижения, что хотелось бы поговорить уже после того, как была создана стратегия продвижения, была подобрана вся семантика. Для сайта были собраны информация от отдела продаж тех людей, кто принимал звонки в колл-центры, как люди спрашивают, что они ищут. Провели опрос у текущих клиентов, провели опрос на сайте, провели опрос по имейлу, вживую, как я уже говорил. Была разработана структура сайта и наполнена контентом. То есть, вот это все звучит очень просто и понятно. По факту же, что клиенты рассказывали. То есть, что считал заказчик сам, владелец бизнеса и его помощник-маркетолог, что люди прямо так ищут в интернете. Нам нужна декоративная штукатурка, нам нужна венецианская штукатурка. Анализ показал совершенно другую историю. Люди ищут по типу покрытий. Люди ищут по тому, для какой комнаты, для ванной, для кухни нужна эта штукатурка. Да, то есть, причем разные сегменты целевой аудитории. То есть, домовладельцы, которые не разбираются в строительстве, искались по типу покрытий. Строители искали по маркам, по названию, а дизайнеры искали по эффекту, которому это дает. Я даже слов таких не выговорю. Декобуаро как-то там еще называется. То есть, вот очень много запросов, которые совершенно никак не участвовали. Поэтому в итоге для сайта было решено, скажем, используемо вот три направления по градации, да, по структуре для продвижения и с точки зрения самого сайта. То есть, это какие эффекты у покрытий, где они используются и название, да, этих покрытий. То есть, я не знаю, надеюсь, нормально там видно. Был сделан такой достаточно простой и в то же время полезный, удобный каталог для этого сайта. Если еще время будет, расскажу тоже пример, как не наш клиент, но одни очень умные ребята делали сайт и обгоняют всех своих конкурентов номер один в тематике по сантехнике. Так вот, важный момент. Кстати, вот пока пили кофе перед этим, по этому сайту никаких там ссылок не покупалось, ничего сайтом, да, то есть писался грамотный контент. К сожалению, контент писался очень долго. Как всегда это бывает, вот эти согласования заказчикам, косяки со стороны копирайтеров, какие-то косяки со стороны заказчиков, но в итоге, если сравнивать ту ситуацию, которая была у нас на начало прошлого года с трафиком, да, и вот по сегодняшний момент, буквально вчерашний день собиралось, да, показатели, как вы видите, значительно подросли. Да, с учетом того, что опять же, говорю, с никаких ссылок не покупается, то есть идет работа только с контентом. Только с этой составляющей, потому что, скажем, одна из задач тоже была не использовать этот канал продвижения по определенным, скажем, требованиям от заказчика, то есть здесь развиваемся с точки зрения контент-маркетинга. Пока сейчас, может быть, там формируются запросы, еще вот расскажу один интересный кейс, уже не нашей тематики, но сантехники, то, что обещал. В 2009 году некие умные ребята, айтишники тоже, технори, инженеры организовали интернет-магазины. Они далеки от маркетинга совершенно, но они пошли с точки зрения, скажем, разумной логики такой, да, они стали узнавать, как люди, знакомые, друзья ищут сантехнику. И оказалось, что они ищут там не смеситель, там 1-2 дюйма, там как-то там еще, да, это называется, как в большинстве интернет-магазинов это делается, а вот опять же тоже, да, там смеситель для ванны, смеситель для кухни, смеситель с эффектом хрома, там нержавейки и прочих моментов. То есть они вот собрали семантику по вот таким блокам логическим. На основании этих блоков сделали сайт, который внешне, ну, сразу видно, что делали любители. Но интересная, забавная ситуация. Ребята реально лидеры в отрасли по продаже сантехнического этого оборудования. Они не пользуются Яндекс.Маркетом, которым пользуется большинство других компаний. То есть десятки, сотни компаний в Яндекс.Маркете грызут друг другу глотки за вот эти вот продажи всевозможной техники, оборудования. Ребята совершенно им не пользуются. У них чисто, естественно, трафик SEO и самое, что удивительно, у них стоимость в среднем на 15-30% выше, чем в Яндекс.Маркете. То есть их находится совершенно другая цель в аудиторию. Но опять же, инсайдерская информация о том, что вот знакомые, у которых интернет-магазин, то есть к ним поставщик определенной марки привозит в месяц там пол контейнера, да, именно этого оборудования, только одного, от одного бренда. А тем ребятам таких возит 6-7 полных контейнеров в месяц. Да, то есть вот это подход, да, грамотный по семантике. Поэтому, скажем, вот обращение тоже к коллегам, обращение к людям, которые свой бизнес развивают. Подумайте заранее, прежде чем делать сайт, модернизировать его, да, подбирайте структуру и делайте контент-план наперед. Пусть вы полгода-год будете его наполнять сайт, да, постепенно, но в перспективе вам это даст много бесплатного трафика. Ну, то есть давай по шагам, то есть получается, первый шаг, ну изучили, наверное, давай так, прямо издалека, изучили бизнес-цели, правильно, свои, изучили, ну даже хорошо, нет, бизнес-цели, потом собрали семантику, правильно? Да, на основании целевой аудитории. Да, потом провели аналитику спроса, правильно? Ну, то есть сначала даже это было так больше, скажем. Не, ну как, ну то есть, условно говоря, мы вот собрали ядро, да, там максимальную выборку сделали, да, по кластерам все раскидали, да, и увидели информационные потребности пользователя. Да, да, это уже... Да, то есть, условно говоря, на базе этого сформировали уже контент-план, ну то есть поняли, какая информация вам нужна для продвижения, написали контент-план, какой-то там, ну в каком диапазоне, наверное, полгода-год, наверное, как-то так пишется. Ну, чтобы сделать и забыть, как бы, да. Да, да, да. Вот, получается, получили на базе кластеров и написание контента, получили синергию между кластером и контентом, соответственно, затачиваете уже страницы у себя на сайте, там, важные зоны документа, ну, в общем, всегошники знают, что делать, вот, затачиваете и, получается, получаете трафик, правильно я понимаю? Да, 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 да. Или еще что-то можешь добавить? Ну, это если скажу в общих чертах, тем, к сожалению, коллеги, я спалить никаких не могу, потому что, опять же, это делают уже не мои руки и голова, а светлые головы наших ребят с компанией. Я просто могу сказать, что по такому подходу мы развивали крупные порталы до посещаемости, скажем, ну, такой относительно свежий кейс, с 6 тысяч человек подняли до 13 тысяч человек за полгода посещаемость, только за счет работы с оптимизацией кода и контент-план выдали. Там своя, скажем, команда копирайтеров была у ребят, они текст этот писали, получили план на два года вперед и дико растут. И, опять же, собственный проект есть dietonline.ru, которым я не пользуюсь, если вы заметите. Да, вот, там посещаемость свыше миллиона человек в месяц. И когда этот проект, ну, давно организовывался, в конце 2007 года, то есть была собрана вся семантика и буквально полтора года вперед было расписано, что писать. Писали, писали текст, разделы, писали и ни одной копейки не вложено в прямую рекламу ни в какую. Ну, то есть можно ли сказать, да, что, ну, на самом деле, даже в рамках тех передач, которые уже были, да, все специалисты приходят к тому, что продвижение, вот как раньше было, там, 20-100 слов, 200 слов, это неэффективно. Ну, я имею в виду, что если область как бы узкая, да, то может быть там, конечно, там 250-300 слов, но в целом эффективно собирать полностью всю семантику. Да, да, ну, это опять же зависит от бизнеса, да, скажем так, от потребности бизнеса, от клиента. Если это вот российский такой стартап, да, очередной, который не бизнес делает, а вот давайте мы попробуем протестировать на копеечке что-то, да, то они, конечно, не нарываются на эти схемы, да, где пытаются там как-то по-жесткому все это дело раскручивать. Если же компания существует, планирует существовать много лет вперед, то для них это вообще разумно и рационально заниматься таким полноценным продвижением. Ну, по большому счету, мне кажется, что без такого масштабного, да, сбора семантики и продвижения, да, по нему, мне кажется, что по ВЧ, допустим, ну, то есть практически нереально вылезти в топ, если ты не охватываешь всю информационную потребность в данной, в данной рубрике, да? Да, да, да. А если опять же смотреть на тенденции последних двух лет, когда, ну, там, в США бегут все как оголтелы с контент-маркетингом, кричат, что за этим будущее, как бы, да, то есть у нас это только вот, ну, год назад только более-менее пришло, то, как бы, действительно так и есть. Мы вот, например, работаем в сегменте в основном нашей клиентной B2B-шной компании 9 из 10, да, которые с другим бизнесом, и мы прекрасно четко видим, что даже позиции в топе, они работают не так круто, как грамотный контент, всевозможные статьи, обзоры, видео, размещение на внешних площадках, SEO, это такой канал первичного привлечения клиента, когда уже человек попадает в колесо, в это, скажем, там, те же имейн-рассылки и прочие все моменты, и уже есть эффект от этого, то есть это не панацея совершенно уже. Ну, просто должна быть грамотно настроена вот всеошная воронка, можно сказать, как воронка продаж, да, только в рамках условно-корреса. Да, 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 и чтобы она была максимально, скажем, полная и условно-бесплатная, там, через год-полтора существования уже проекты. Так, ну что, ребята, у вас, есть ли у вас вопросы? Сейчас посмотрим чатик. Вопрос, диета онлайн окупается уже? Она давно окупается уже, окупилась, и, скажем так, что года полтора-два этим ресурсом полноценно не занимается никто, то есть там есть свои модераторы, люди, которым, скажем, управляют, да, там, чистят. Есть программисты, которые это поддерживают с точки зрения, скажем, ну, рекламы, мы его используем как для проведения спецпроектов, то есть, да, сервис работает, то есть он есть. Причем, сейчас скажу, когда основной скачок был в 2000, конце 7-го начали, ну, за полтора-два года он полностью вышел на трафик вот этот около миллиона в месяц. А вы используете какие-то технологии, которые позволяют самораскручиваться? Ну, то есть, условно говоря, готовятся, условно говоря, такие изменения на сайте делаются, которые автоматически подхватывают новую семантику, раскидывают ее по структуре, автоматически привлекают новый трафик, да? В диету онлайн такая штука не вышла. Почему? Потому что делали тогда это, начинали в 2007 году, все это делали на, там, по-моему, какой-то на, даже не CMS-ка, на фреймворке наши ребята разрабатывали, который не очень это все дело поддерживал. То есть, структуру уже сделано настолько сложное, что это делалось, но это и не нужно никому уже, да? Для клиентских проектов у нас была своя CMS-ка, в которой мы позволяли как раз-таки аналогичные вещи делать, но с точки зрения поддержки мы очень устали заниматься, мы не разработчики, да, такие, которые условно только этим занимаются, в определенный момент мы попросту говоря отказались, перешли на общеизвестное не буду называть CMS-системы и уже развлекаемся с ними с отдельными. Но согласись, было бы здорово, да, какой-то перпетромобили такой, да, из Рести, который бы сам, ты его сделал и он там сам себя двигает потом. Да, это было бы, но, как показывает опыт, все равно нужен маркетинг полноценный, и гайки крутят и будут подкручивать. Уважаемые зрители, если у кого-то есть примеры того реализации вот того, о чем я говорил, да, автоматические системы продвижения, чтобы сайт продвигал в конечном итоге сам себя, если у кого-то есть реализованные там кейсы, милости прошу к нам на передачу, расскажите, покажите, я думаю, что очень большому количеству людей будет интересно. Так, ну что, у нас с этим кейсом все. Да, можем переходить дальше. Нет, сейчас подождем. Или перерыв? Нет, сейчас будет перерыв, но тут еще вопросики есть. О, отлично. Бум-бум-бум-бум, сейчас тут чатик прыгает. Какие сложности продвижения онлайн-гипермаркетов для B2B и B2C? Так, ну, смотрите, я сейчас буду говорить, наверное, не на основании своего опыта, опыта коллег, опять же, что самостоятельно с такими огромными гигантскими интернет-магазинами не работали. Ну, под гигантскими, я понимаю, там, где товарных позиций, там, ну, больше, наверное, тысяч, наверное, пятидесяти, шестидесяти. Да. Угу. Опять же, есть коллеги, которые работали в Wikimart, я думаю, наверное, уже были здесь, да, там, Алексей Чекушин, наверное. Здесь не был, но на Мегаиндексе точно был. Да, да, вот, как бы, то есть там, как бы, ну, смотрите, это рассуждение и теоретика будут, поэтому проще, наверное, посмотреть Алексея, как бы, но там та же история, что каждый раздел, каждая товарная группа, да, это, по сути, как отдельный магазин, отдельная семантика, отдельные потребности, скажем, отдельное продвижение. Насколько я в курсе, в том же Wikimart было построено, и, может быть, сейчас, таким образом, что там, за каждым направлением находится свой специалист по SEO-продвижению, который продвигает только, там, одно направление, да, там, по продукции. Опять же, надо понимать, что для интернет-магазинов, вот уже на своем опыте, но не таких больших, формируются, по сути, два ядра. Первое, которое в таком полуручном, полуавтоматическом режиме делается, да, когда мы подбираем запросы по потребностям пользователей, то, как они ищут, да, а второе ядро, которое формируется на основании товарной матрицы уже, там, по брендам, по товарной позиции, по каким-либо модификациям, то есть, это делается так. Но, скажем, мы в последние года, наверное, два стараемся, ну, и не работаем уже практически, кроме старых запасов, с интернет-магазинами, то есть, для этого нужно, скажем, наращивать определенные компетенции, а мы решили расти немного в другую сторону. Поэтому есть специалисты, которые гораздо более компетентны в этом направлении, нежели мы. Так, отлично, значит, следующий вопросик. Может ли уникальный контент выстрелить без перелинковки? Смотрите, значит, какая ситуация. По нашему опыту, опять же, да, тот пример, который я показывал, он, само собой, с перелинковкой все это делалось. Но по некоторым проектам, вот, по каким-то любительским блогам, по каким-то сайтам, которые делали, скажем так, для души, ситуация такова, что, да, были примеры, когда по серьезным запросам, ну, не супер каким-то высокочастотным, да, сайт действительно занимал позиции. За счет того, что, скажем, сторонние ресурсы на него ссылались. То есть, ну, это грамотный контент, грамотные, интересные статьи. Люди расхватывают по социальным сетям, по каким-то своим блогам, и сайт растет постепенно, да. Но, опять же, это не всеобъемлющая работа там по ядру. То есть, вот, тут сейчас смотрите, друзья, какая ситуация происходит тоже интересная, потому что я общаюсь с, скажем такой, чисто оптимизаторской братьей, да, и чисто с маркетеровской. То есть, оптимизатор, как всегда, за технологии, за грамотный подход, за автоматизацию, что правильно, а маркетологи, ну, давайте будем делать только чисто красивые тексты, грамотные, там, верстку, копирайтинг и так далее. А вот самый сок, это совмещать все это дело, да, то есть, предварительная структура сайта, семантика, да, и потом весь маркетинг этот лаг сверху. Тогда это, скажем, будет идеально вообще для проекта, да. Именно поэтому, как бы, я вот тоже вижу и для текущего рынка оптимизации для компании не просто оставлять технические потребности, да, вот наращивать именно маркетинговые компетенции. То есть, это всем выгодно, всем интересно и клиентам, и заказчикам конечным. Ну, а тебя могу добавить, что уникальный контент, если у вас хорошая, хорошо сделано, ну, как сказать, хорошо сайт индексируется, то есть, не знаю, либо модули, которые улучшают там индексацию или какие-то виды работ, там, работа с социалками, там, и так далее, что повышает индексацию, да, вашего сайта, то уникальный контент может вылезти и так. Главное, чтобы просто ваши документы, которые там с уникальным контентом, да, они попадали в индекс, потому что, зачастую, если у вас какая-то страница находится, не знаю, там, на каком-нибудь пятом уровне кликовой вложенности, да, и туда боты просто не доходят, то какой бы там контент не был уникальный, но страницы нет в индексе, вы никогда не получите того трафика, на который, в общем-то, рассчитываете. Ну, да, с блогами та же ситуация, что страничка-то ходит вглубь-глубь-глубь. Да, да, вот тут ребята активизировались. Как вы считаете, баннеры для B2B эффективны? Смотрите, какая ситуация. Вот я считаю, что вообще, в принципе, любой инструмент интернет-маркетинга эффективен, но, включая голову, да, что я под этим подразумеваю? Пример. Значит, пример, реальный кейс компании, которая занимается интеграцией, там, IT-систем, проводили, значит, какую ситуацию? Мы месяц ввели контекст, бюджет 300 тысяч рублей и две недели размещали баннер за те же 300 тысяч рублей. Получили мы что? Получили мы, ну, я уже заказами говорю, не лидами, да, от клиента. Мы получили два заказа с баннерной рекламы по, ну, условно скажем, там, чтобы порядок цифр мы понимали по миллиону рублей каждый и получили с контекстом и шесть заказов, там, по 60 тысяч рублей. Да, то есть, тут можно было сказать, что баннерная реклама круто и эффективно, да, сработала. То есть, мы вложили там 300 тысяч рублей, получили, условно, 2 миллиона, да, и с контекстом 300 тысяч сложили, получили 360, то есть, ну, в полный минус сработали. Но, как бы, да, грамотный маркетолог, он на этом не тормознет. Грамотный маркетолог будет отслеживать CLV, клиент lifetime value, жизненный цикл клиента. Спустя квартал, что мы заметили, увидели. Вот те два клиента, которые пришли на миллион каждый, они договор взорвали. Каждый оплатил по 100 тысяч рублей, у них оказалось очень много претензий. Так как размещалось там на крутом бизнес-портале, там такие достаточно пафосные компании были. Вот руководители проектов были все такие из себя, ребята, и пытались, ну, по максимуму подрядчика отжать. Вот, подрядчик, соответственно, не сдавался. Из тех вот шести клиентов, которые пришли по 60 тысяч рублей, двое выросло на 800 тысяч рублей и на 900. Да, и вот здесь оказался эффективнее, как бы, контекст на длинном пути. С баннерной рекламой такая ситуация, что нужно тестировать, смотреть, как в данном случае работает. Я понимаю прекрасно, что не у всех есть бюджет, там, 300 тысяч рублей запулить, да, на рекламу. Опять же, ретаргетинг, ремаркетинг, да, рассматривать это как вид медийной рекламы, да, однозначно работает. Опять же, есть по поводу инструментов стереотипы, что B2B не работает там в ВКонтакте. Но я вам скажу так, что буквально несколько назад к нам в компанию пришла заявка оттуда, вот, к одной крупной промышленной компании, да, там во ВКонтакте реклама проводилась. Поэтому все работает, друзья, нужно тестировать, нужно тестировать с умом, то есть, у нас, скажем так, ну, одна не заповедь, а правило пилотной рекламной компании на ограниченном бюджете. Запустили, несколько дней покрутили, там, неделю, в зависимости от размера бюджета, и уже принимается решение, работать дальше в этом канале или нет. Так, я думаю, развернуто. Следующий вопросик. Есть компания-производитель светодиодной продукции. Сейчас проскочил. У нее есть сайт. Какой первичный метод продвижения посоветуйте? Писать интересные, релевантные статьи, там, промышленные площадки, еще что-то? Ну, смотрите, светотехническая тематика очень знакомая. У нас в свое время, когда мы чисто еще SEO занимались много лет назад, было два или три клиента даже с этой тематики. Вот, значит, смотрите, какая ситуация. Вот, у бизнеса есть два типа целей. Да, первый, если это начинающий бизнес, молодой, первая цель, как бы, чтобы не упали штаны. Да, то есть, на что-то нужно содержать офис, производство, людей кормить и так далее. То есть, это краткосрочные цели, и быстро мы их решать с вами можем только за счет контекстной рекламы, условно. Там контекстная реклама, таргетированная какая-то, да, то есть, директ-реклама прямого отклика, которые вот вложили, сразу получили отдачу. Это раз. То есть, здесь стандартная ситуация. Посадочные страницы, погнали контекст, сплит-тестирование, анализ, повышение эффективности. Второе, это долгосрочка, да, то есть, это вот семантика, ядро, контент-план и писать, и писать. Вот про SEO вообще, как бы, советую такую штуку, что вот SEO-продвижение, да, это вот, это делаем, и мы про это забываем. То есть, это вот такая положительная штука, которая рано или поздно нам даст хороший плюс в карму, да. То есть, мы это сделали, и потом это такой кумулятивный какой-то эффект, да, вот синергия с остальными видами рекламы будет. Поэтому, как бы, если стоит задача не потерять штаны, то все равно от контекста, от таргетированной рекламы нам никуда не деться. А SEO, оно должно делаться в любом случае. Так, следующий вопросик. Можно ли продвигать сайт как для B2B, так и B2C? Ну, я расскажу сейчас про наш опыт. То есть, у нас есть клиенты, которые смешаны, торгуют B2B и параллельно B2C. Раз, есть клиенты, которые торгуют B2B, но на сайте они аккумулируют весь B2C-шный трафик и раскидывают по своим дилерам. То есть, во втором случае, это вариант очень простой. Да, мы нагоняем трафик, получаем, ну тоже, к примеру, компания Кейс, мы сегодня будем рассматривать во второй половине дня. Прошу прощения, во второй половине нашего сегодняшнего выпуска. Там трафик порядка 6-8 тысяч человек в день, производителей сайтинга. И весь этот трафик практически растекается по, там, 114 дилерам по России. Это вот пример, когда B2C и B2B работают. Да, там банальный раздел, где купить нашу продукцию. Автоматически определяется регион, страна и трафик, по сути, направляется на этого дилера. Что, кстати, достаточно иногда плохо. С точки зрения наглости дилеров об этом вы узнаете во второй половине. Есть другой вариант, когда отдельно торгуют компании B2B и B2C. Здесь уже начинаются иногда некоторые пляски с бубном. Потому что разные условия, потому что какие-то разные схемы взаимодействия. Там получение товара и услуги этой. Но, как показывает опыт, гораздо проще, скажем, аккумулировать и дешевле весь трафик, который есть по тематике на одном сайте. А потом уже внутри сайта его все равно разводить. Но это по нашему опыту. Хотя были примеры, когда компании чисто все это разделяли. Да, там оптом здесь розницу. Но, опять же, есть и примеры, когда это не очень круто. Есть примеры, когда вот те же ребята с сантехникой сделали интернет-магазин, а по факту они живут за счет B2B. Чисто, да, заказов от крупных строительных компаний, там, владелицев гостиниц, которые через интернет в том же маркете где-то их находят, а потом делают большие заказы. То есть, здесь вот такого однозначного ответа нет, нужно тестировать, да, и вообще аксиом нет в интернет-маркетинге, да, только теста. Так, тут вот дублируют вопросы явные, всем интересно. Как быстро собрать всю семантику по сайту? То есть, есть ли автоматизированные программы? Да, смотрите, здесь вот, наверное, вот я, как уже говорил, руками я это не делаю уже несколько лет. Я скажу, как это делается у нас в компании, вот коллега подскажет, потому что он более головастый в этом, нежели я сейчас. То есть, у нас это происходит каким образом? Обычно используются сторонние разработки сервиса, там, из программ тот же KeyCollector, какие-то еще сервисы есть и собственные скрипты. То есть, первичный сбор массив информации, потом уже просеивание и в полуручном режиме это происходит у нас. Как это происходит еще, вот стоять буквально, расскажи, пожалуйста. Да. Ну, по семантике могу я ответить, поскольку семантика занимается вплотную, именно конкретно большими ядрами. Я могу сказать так, что нет софта, который бы позволил вам, вот, вот кнопка счастья, да, вы нажали, у вас все собралось, как бы, да, все автоматически у вас разобралось, выбралось там, все нужные ключи выбрались и так далее. Это долгая, достаточно кропотливая работа, плюс ко всему семантик должен очень много в чем разбираться, да, то есть, одно дело, условно говоря, разработку семантики можно разделить на три этапа. То есть, это сбор первый, да, первично, ну, давайте прям по ходу, то есть, сбор, мы берем все источники, то есть, вот у меня, допустим, я собираю все вообще источники возможные, то есть, там, это и просто семантика, там, с WordStata, EdStata, там, чего угодно, Rambler, Elama, раньше очень хорошие выборки Neuron давал, FastKeyBiz есть, много разных сервисов, да, есть, с которых можно собрать семантику. Но, основной момент, что самая хорошая, вкусная и спелая семантика собирается с конкурентов, то есть, это так называемая живая семантика, это не та семантика, которую придумали копирайтеры, да, там, какие-то, или SEOшники, да, там, пытаясь разбавить, там, анкор-лист, да, нагенерили кучу нелепых ключей и так далее. То есть, вот, живая семантика, собранная с конкурентов, а как ее собирать, я вам раскрывать тайну не буду, но, действительно, ее можно собрать, она собирается хитрым способом, вот, но, вот, на базе живой семантики, получается, самые большие, самые, вернее, качественные ядра, именно по конверсии. Получается, вот, первый этап мы собрали со всех сервисов, поисковых подсказок, там, чего угодно. Второй этап очень важный, это правильно разобрать семантику на кластеры, потому что, вот, как обычно делают SEOшники, да, они, как называется, выборка по корню, да, то есть, есть, даже, вот, люстик, спасибо ему большое, он в кей-коллекторе сделал это, да, то есть, в кей-коллекторе можно, там, собранное ядро по корню, как-то, там, кластеризовать. Но, по факту, получается, что технология шагнула уже далеко вперед, и разобрать по корням семантику правильно, практически нереально. Вот вам простой пример, да, есть кейтеринг, да, есть выездное обслуживание, то есть, по факту, на самом деле, если смотреть, допустим, на выдачу, даже, там, вот, того же Яндекса, Яндекс воспринимает эти слова как синонимы. Если вы разбираете по корню, да, то есть, слова совершенно отличные, по корню, если вы будете разбирать, они никогда не попадут в один кластер, а хотя, по сути, это не то, что один кластер, это прям синонимы, то есть, эти запросы можно двигать на одной странице. Получается, на втором этапе очень важно правильно разбирать семантику, потому что, вот, практика показывает, да, что правильно разобранная семантика – это сокращение бюджета порядка, там, ну, не знаю, там, на одной треть, то есть, допустим, там, ссылочного бюджета можно смело сокращать, потому что у меня, вот, есть из личного опыта много проектов, которые, вот, правильно разобранная семантика, сделаны посадочные страницы, да, не могу сказать, что они прям, там, конкретно затухли, започены, там, все вылизано, но, во всяком случае, после размещения этих страниц и попадания этих страниц в индекс, позиции растут сами, то есть, с минимальным количеством вложений ссылок. У меня есть примеры, там, в достаточно конкурентных тематиках, где-то, не знаю, там, даже на статвест закупается, ну, не знаю, ссылок, там, не больше, чем, там, не знаю, на тысячу рублей, да, вот, а сидит проект высоко по запросам, которые, там, агрегаторы показывают, что нужно, там, 30-40 тысяч на ссылочное, вот, и так далее. Только на одно слово. Да, только на одно слово. То есть, это был второй этап, вот, правильно разобрать семантику. Тем более, еще, вот, по второму, по второму шагу, это очень нетривиальная задача, на самом деле, когда у вас не 250, там, 300 слов, да, а когда у вас тысячи, десятки тысяч, а у меня есть варианты даже и сотни тысяч ключей в проекте, поэтому какой-то автоматизированной таблетки для этого нету, то есть, по-любому придется либо делать ручками, либо, там, обращайтесь с специалистом, у нас, допустим, лично у меня разработан софт, который позволяет, условно говоря, ускорить этот процесс и разбирает гораздо качественнее. Вот, третий момент, это уже после разбора, именно аналитика спроса, и если это интернет-магазин, это товарная аналитика, да, то есть, вы четко должны понимать из того семантического ядра, которые вы собрали, да, какие ключи, там, ну, если вы привязываете это конкретно к бизнес-процессам, да, то вы смотрите, там, какие продукты вам более интересны, там, маржинальные, там, и так далее, с точки зрения бизнеса, да, в то же время вы смотрите, проводите аналитику спроса, насколько это вообще популярно в интернете, да, вы собираете, допустим, какую-то теговую семантику, да, вот, как Андрей сегодня говорил, да, что очень много семантики, которые, вот, вы, как представитель, там, компании, или владелец компании, думаете, что будут, вот, пользователи искать вас вот так, а на самом деле, если вы проанализируете, вот, сделаете аналитику спроса, вы увидите, что пользователь совершенно по-другому видит свою информационную потребность, да, и совершенно по-другому ее ищет, поэтому, вот, работа с семантикой, это три, условно говоря, шага, сбор, разбор и аналитика, если вы вот эти три шага можете качественно сделать, да, то отлично, будет у вас счастье, если вы не можете, то обязательно обращайтесь к специалистам, потому что не зря говорят, что семантика это тот фундамент, на котором строится весь сайт, то есть, если у вас изначально плохая семантика и разработана плохо структура, да, то в дальнейшем, какие бы вы бюджеты не вкладывали, да, там, какую бы вы маркетинговую активность, маркетинговую активность не разводили, да, эффективности от этого будет, ну, мало, можно так сказать, вот, ну, надеюсь, я по семантике, да, ответил на ваши вопросы, ну, на самом деле, тут вопросы просто сыпятся, давайте, наверное, у нас регламент все-таки, давайте сделаем небольшую рекламную паузу, да, да, там контакты, если что, мои есть, потом в фейсбуке где-то можете задать, да, то есть, плюс еще будет, будет, ну, вернее, я его анонсировал в почту для вопросов, вы можете туда присылать, либо напрямую присылать Андрею, либо к нам на передачу, да, мы Андрею передадим и сделаем, ответим на ваши вопросы. Давай запустим, наверное, презентацию? Да, друзья, уходим на перерыв, сколько по времени он займет? 5 минут рекламная пауза, да, и 5 минут перерывчик, да, то есть, ну, давайте там в 56 минут мы соберемся. Окей. Так, ну, а, соответственно, снова 5 минутки рекламы от топ-эксперта, да, рекламируем, как обычно, курсы, полные курсы и такой экспресс-курс по SEO, как я из передачи в передачу повторяю, что те люди, которые ведут курс в представлении не нуждаются, я думаю, что большинство, там, 95% тех, кто смотрит передачу или будет смотреть, знакомы с этими людьми и, условно говоря, информацию, которую они вам дадут, ну, не стоит, можно сказать, что не стоит в ней и сомневаться, да, то есть специалисты известные, готовят действительно качественную информацию, поэтому обращайтесь, приходите, учитесь, приносите свои идеи, только делясь своими идеями друг с другом, можно разрабатывать новые продукты, технологии, да, и двигать рынок вперед. Засим все по поводу рекламы, смотрите все остальное на слайдах, делаем перерыв, спасибо за внимание, жду вас после перерыва.